Делай, что тебе нужно. Конечно, можно. Чего же я буду запрещать? Зачем? Не надо. Все в порядке. Это я могу чисто так с тобой поговорить. Это уже сама решает. А подкашнение может быть из-за давления? Невозможно. У меня пульс за сотку часа. А как петь, Наташка? Ты понимаешь, что я... У меня уже весь первый семейстер. Понимаешь, что я тоже ответственна за тебя. Я тут Ольгу перезанимала. Наталья Витальевна, я устала. Она так никогда не говорила. Я готова была с ней еще поработать, но я не могу больше. Я устала. И я перезанимала ее. Понимаешь, вот реально. Потому что у меня и скорость, и вот этому все быстрее. Быстрее всего надо это. На микрофончик. А если хочешь, я тебя распою чуть-чуть. Как ты? Ты давно проснулась? Ну да, давно. Ну ты что тогда? С пяти утра. А, с пяти утра? Ну тогда точно голос проснулся. Так, давай, раз его. Так. Сюда. Ага, вот так. Все. Что мы будем петь? Утсу. Мы ее на Х-минусе? Нет, я скидывала. Я, короче, пробовала в разных тональностях. Вот давай тогда здесь мне ее найди, потому что будем сейчас тональности менять. Ну я просто нашла плюс два, вроде нормально. Я помню. Я что-то не помню. Или ты давно проснулась? Да? У меня же писем-то приходят где-нибудь. Ну, наверное, да. Я ее потом просто ищу. Сейчас проверим. Вот так. Раз, подойди. Угу. 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 Угу Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok 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 Дашка, ты торопишься, ты не слышишь? Совсем, да? Фонограмма не слышно. Мой несчастный, мой несчастный дружок, не грусти. Гласным не даешь время и торопишься, и фонограмма блока слышно. Здесь тоже максимум. Ничего обычного. Гласным не даешь время и торопишься, и фонограмма блока слышно. Как тело дох, помеши, копаюсь, трог. Все моря у наших ног. Ах, мой несчастный дружок. Ну, давай, это царя возьмем. Ты просто забыла. Ты поставила концерт? Да, поставила. Я сама ночью. Сейчас, наоборот, поздравлю. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Это что-то с проводом, мне кажется. Он как отсоединяется и снова как это. Солнышко. Ну, может быть. Потому что он как чуть это, как отходит. Так, ладно. Сейчас будем поднимать на полтона, посмотрим, как у нас получится. А вот с этой, с фразировкой, не качайся, несчастной. Проговори мне. Не надо сейчас петь. Успокойся, водички попей. Сейчас поднимем и посмотрим. Мой несчастный, несчастный. То есть где-то надо сидеть. Она какая-то немножко... Она не сформированная какая-то фраза. Ну, потому что в оригинале же это как не два слова несчастный дружок, а poor unfortunate souls. Три слова. Поэтому там poor unfortunate souls. А по-русски уже вот так. А по-русски уже это теряется. Мой несчастный... А, тогда мы не успеем делать дыхание. Мой несчастный дружок... Может так? Мой несчастный дружок... Мой несчастный... Соедини... Давай в этот дыхание сейчас. Ах, мой несчастный... Сиди на счастный. Ах, мой несчастный... Ах, мой несчастный дружок... Ах, мой несчастный... Ах, мой несчастный дружок... Дружок... Да. Ну и что, что мы повторяемся. Понимаешь, есть такое понятие... Я имею в виду в том плане, что ты поешь вот эти мультики, тебе это нравится. Но это твое аплуа. Можно сказать, что это твое аплуа. Кто нам может запретить? Мы же поем другие песни. Мы же поем разные песни в разном стиле. Мы поем и стандарты, мы поем и баллады. Мы все поем. У тебя это все замечательно получается. Но здесь уместен смех. Потому что здесь... Она же лжет. Это же все обманным путем. Это же обман. Ах, мой несчастный дружок... Наоборот, должна увеличить... Туда. Не сникая. Даже не то, чтобы на одном, а прямо увеличить. А что за нотки там, мой несчастный? Ах, мой несчастный... Вот так это певает или нет? Ах, мой несчастный... Вот, а ты не точно там пела. Немножечко было не точно. Ах, мой... Одна нотка, да? Ах, мой несчастный... Угу. Все. Давай попробуем сейчас с самого начала по ним. На полтонечка. И споем с самого начала. Передо мной, да? Ну, поем. Вот, смотри. Ага, отлично. Я хотела тебе предложить на этом месте... Тю... Что? Тю-ес. 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 Ты поешь вместе с оркестром. А давай попробуем. Падает текст прям четко там-тан-тан. То есть в оркестре и ты тоже. А если это поперек сделать? Не улавливаешь? Понимаю. Сдвинуть так, чтобы вот это... Тю-ес. После или... А как угодно тебе. Давай попробуем. Лучше, наверное... Наверное, перед. А может быть... Тю-ес. После. После. Небольшая перед. Там небольшая перед. Да. Хорошо. Давай с самого начала. Как тебе комфортно будет? У тебя лучше все-таки оберта на звучат. Посмотрим, как там потом в развитии дальше. Потому что нужно максимально выверить тональность. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не с оркестром... Очень хорошо... Здесь хочется... Больше показать... Твоей тембральности... Твоего голоса... У тебя такой тембр потрясный совершенно... Ты уже там... Поиграла... Понимаешь... Вот здесь, на этом месте... Прямо дай... Ну дай... Прямо... М-м-м... Лови! Прямо... 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 Милые люди? В надборном мире люди... А, я не поняла... Да, потому что я... Так, и я тебя не так включила... Надо было чуть пораньше... Включить... Вот то место где... Так, ну как... М-м-м... По тексту... Переключение... Давай сейчас поработаем... Вот... Добивай... А уже пошло... Добивай... Нет, раньше... Добивай... Да... Давай еще раз... Что там... Что там... Известно... И известно... Что в надводном мире люди... В надводном... Известно... Что в надводном... «Известно, что в надводном мире люди не любят крикунов и болтнов, но девушки земной, гораздо лучше бы пневмой, мы к чему узнают, правда лишь кисло, да? Мужчины, не дали нам удовольствия». «Смотри, какая пауза должна быть, да? Ха! Мужчины, дай время на вдох, дай прям муж показать тебе, ха! Мужчины, ты торопишь немного, ты ощущаешь, что торопишь? Или все-таки фонограмму не слышно?» «Не слышно». «Сейчас уже слышно? Давай еще раз, сейчас было хорошо с надводным». «Известно, что в надводном мире люди не любят крикунов и болтнов, но девушки земной, гораздо лучше бы пневмой, почему пуская тракта лишних слов, да? Мужчины, для них друговольств, для них молчание золото святое. И если женщины немало, сходят все по ней с ума, все другое, это просто ерунда. Ну что же, мой несчастный дружок, не руси, да что?» «Наташ, ну куда ты говоришься? Встань на этот тон. Ну что? Ну дай это все равно, установить все. Видишь, какое место коварное? А мой прошлый раз была «М», а сейчас «М». А что такое там? Слова поднялись?» «Да, я просто упустила эту». «А, что же?» «А, вот так вот? Ну ладно, давай еще разочек». Я говорю, разочек ловим. Встань на эту нотку, потом догонишь. Здесь парляндум, парляндум по-итальянски «говорок». Вот она, песня это, понимаешь, песня театра. Песня театра, ты играешь как актриса, как вокалистка, ты поешь, и здесь… «М-м-м, что такое?» И ты потом можешь догнать. Но тебе важно здесь встать на тон. Ну что-то как-то, все, дочка, пошли. «М-м-м, что такое?» Она работает над этим вместе. Женщина. «М-м-м, ну что же, Жена?» Задумайся, Наташа, смотри. «М-м-м, ну что?» Прямо можешь уйти вот в такую эмоцию какую-то. Встань на эту нотку. Встань, солнышко. Давай еще разок. «Все другое – это просто ерунда. Ну что же, мой несчастный дружок, не в жизни?» Я даже не понимаю. Не понимаю. То чуть выше начинаешь, то чуть ниже. И даже подсказать тебе не могу, потому что не могу уловить. Я вот пытаюсь с повышенной, потому что я плюс 3 не пробовала. Я пытаюсь сейчас поменять. Я поняла, что мы подняли все, а мы, может быть, подняем еще. Да, плюс 4. Так, потому что тебе внизу вот здесь вот еще у тебя год. Сейчас дойдем просто до финала. Посмотрим, как все это. «Все дружок, не в жизни?» Я ритмически не могу там понять. Как будто идет какой-то разлом, и метр-ритм как-то вот он… Вот почему я говорю, что кто-то лупишься, кто, наоборот, и попыталась. Потом я чувствую, что ты опоздала. Как будто в фонограмме. Дай послушай. «Так, а что там, ну, там надо было вставку тебе сделать? Ну что ж, мой, да?» «Ну что ж, мой несчастный дружок?» Ну ты можешь с Женей петь. «Ну что ж, ну, а?» «Ну что ж, мой несчастный дружок?» «Ну что, ну что?» Прямо это нужно, да, спеть? Потому что ты то поешь, то не поешь. Ну, на самом деле, от этого особо смысла тут не меняется. Но все равно потом, говорит, сделай выдох, сделай, только пиши. Да. «Голос отдаешь». «Все понятно. Тогда, ну, тогда давай упустим это, что-то как-то… Нет точного попадания вот такого, понимаешь?» «Мой несчастный дружок!» «Ну-ка, что там в фонограмме?» «Ну, там какое-то ускорение, понимаешь, она все время идет, 3 минуты ускорения там туда-сюда, то есть там ферматки там все, она вся вот такая, понимаешь?» «Нет, вроде все нормально, но тогда нужно успевать. И суеты не должно быть, Наташа, понимаешь?» «Мой несчастный дружок, не грусти, дай штрак, и возьми на вас, дай штрак, дай штрак…» «Сру-уууууууууууууук, Вот она! Сру-уууу…» Мой несчастный дружок, не грусти, дай штрону. Давай еще, ребят, попадай. Ну, хочешь сядь за фоно? Подыкай себе. Дай штрону мира. Слышишь? Мой несчастный дружок, не грусти, не грусти. Да, место сложное. Мой несчастный дружок, не грусти, дай штрону. Ну, получишь, Наташа. Наташа, получишь сейчас еще разочек. Да, лишь с рома. Ну, представляете? Ну, это, сигнал всегда идет, она на тритоне идет. Давай еще разочек. Мой несчастный дружок, не грусти, дай штрон. 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 Я раскачала диапазон 2-ой октавы в грудине, и у меня сдвиг пошел чуть-чуть, ассоциации мои. Я все время Акапултуна ошибалась как-то так. А пробуем поднимем еще. Ну ты же чувствуешь, что до диез для тебя это как по песке сходить, спеть до диез. Финал, еще разочек давай погоняем. По фразировке, ты округлила там, что мой несчастный или что там делали сейчас? Да, мой несчастный. Мой несчастный! Дружок! Тебе не надо обязательно сразу торопиться петь «Дружок». То и дело, когда ты ее запоешь. Давай, еще разочек финал. Все море у наших ног. Ах, мой несчастный, как нам дружок! Так, запаса вот так. Теперь смотри, все море у наших ног. Сейчас по фразировке было туда, я имею ввиду с цезурками, все это было хорошо. Мелодия. Ах, мой несчастный, ты тему не поешь здесь. Она тоже тебя немножко выбивает, потому что ты слухачка и вдруг у тебя что-то не то. Тебе это тоже не нравится. Ах, мой, ах, мой. Там одинаковые нотки. Пой еще разочек. Ах, мой несчастный, дружок! Ах, мой несчастный, ах, мой несчастный! Я не могу понять, ты когда так поешь? Как правильно? Она очень подвижная эта мелодия, на самом деле. То есть я смотрела разные, как я и оригинал слушала, и разные выступления с ней. То есть разные исполнители, там и в мюзикл, и в самом Диснейленде, по-моему, это было. То есть абсолютно мелодию. Но тебе надо подтвердиться все равно. Это кода, это финал. Ты должна быть в ней уверена, как ты будешь это петь. Я согласна, что здесь можно спеть по-разному, но все равно мы должны здесь, ну, как бы не нарушать. Ах, мой несчастный, ах, мой несчастный! Тут всяко можно спеть, как угодно спеть. Можно дольше на аром. Мой сидеть. Ах, мой! Можно сразу уйти. Ах, мой несчастный! Можно две середины спеть. Ну, надо утвердиться. Я не могу понять, в чем ты утвердилась. Вот. Ладно. Давай на полтуночку. Выберить просто тебе нужно. Для себя, для самой. И очень хорошо, когда я сейчас там опоздала. Все, не забудь там, в паузе текст. Я знаю. Я знаю. Я знаю. а Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok ZimaTorzok Значит, основная работа твоя – это попадание в тритон, это переход на русский текст четкий, вот это все. И это место все равно, Наташа, оно пока не звучит это все, ты просто подумай, ты как-то по-другому его мыслишь, что тебе пристало, скажи нет. Ты так не чувствуешь, что ли, что здесь нужно подойти? Тебе больше особо негде показать в этой песне протяжку, потому что ты будешь петь на отчетном концерте 18 апреля на сцене эту песню. Эту? Да. Но почему нет? У нас должно быть разнообразие, мы подадим ее как театр песню, что у нас актерская работа ведется на отделении с первого курса, потому что по программе с третьего. Понимаешь, по программе с третьего. Я все никак не могу добиться того, чтобы все-таки актерское мастерство, ты замерзла? Нет. Чтобы актерское мастерство было у вас в первом курсе. Вообще непонятно, как бы все у нас. Ну, ладно. Может быть, услышали? Может быть, услышали. То есть вот это место все равно, оно не прозвучало все. И вот когда ты начинаешь на русском языке, давай сейчас коду, а потом, значит, я еще это перейду с тобой. Ах, мой несчастный дружок. Ну, уйди на октаву. Я просто сейчас долго просидела, это было раньше. Ах, мой несчастный дружок. Сколько просидишь, потом уйдешь вниз на лисандра, на нижнюю нотку. Тебе будет комфортнее. Давай попробуем. Давай попробуем. А потом вернемся к русскому тексту. И там еще проработаем. Давай коду. Все моря у наших ног. Еще раз. Все моря у наших ног. У тебя наших ног. Она такая вся или она не такая? Где Эр? Все моря тоже. Ну да, и здесь. Все моря у наших ног. Прямо, ах, мой несчастный дружок. Давай еще разочек. Не хочешь прям протяжку, ну, тембр. Протяжка гласная тебе, чтобы было понятно. Понимаешь, что если запараллелить это с природой, что такое протяжка гласная? Вообще протяжка гласная. Почему все время, когда задолбали бы Наталья Викторовна? Ну, можно так подумать, да, со стороны все легата, протяжка гласная, там переселеть гласная. А я объясню, это солнце и дождь, благодаря которым созревает все в природе. Понимаешь, без этого просто ничего не созреет. Сушняк будет, понимаешь, пустыня будет. Пустыня. Что в пустыне может звучать? Барабан только. Ладон может звучать. Потому что ему чем сушше, тем лучше. И то микроклимат нужен. Смотря какие барабаны, понимаешь, там все это. Поэтому протяни, иначе не будет тембральности твоей. Поем. Давай, дальше. Еще дальше. Еще дальше. Еще надо было посидеть наверху, спуститься в самом конце. Тебе нужно верхнюю ноту растащить. Она должна быть в крещендо, насколько возможно. Здесь, понимаешь, Наташ, я знаю, что это очень сложно, потому что я сейчас уже работаю. У меня в конце нота высокая, причем та же самая. Это же ду диез у нас. Близ. Близ. И ты понимаешь, я тоже с этой же проблемой сталкиваюсь. Мне не очень долго держать в финале эту ноту. Но наверху я должна ее пустить. Наверху. У меня никаких возможностей игровых нет, чтобы и все. И я столкнулась с тем, что все-таки зевковая подача мне нужна здесь, на этой ноте. Хорошая, опорная, но зевковая, а не узкий звук. Они такой... Еще? Наташа. Ну, я не водка, но я вот... Да, конечно. Извините. Правда, извините. Да, может быть, мы остановимся? Может, тебе отдохнуть надо? Нет. Ну, мы уже взял переменку, мы уже один только отработали. Да. Конечно, у нас уже 12 часов почти. Хочешь, отдохнем, Ленечка. Давай тебе отдохнем. Давай отдохнем, а потом продолжим. Потом продолжим. Ну, отдохнем. Мы время сказали, я вспомнила песню «Магисть, Кабачево» и «Нельзя вернуть любовь и жизнь». Но я артист, я повторю. Ну, если хочешь, тогда возьмем. А ты, маэстро, я тебе отправила, Живырусов? Да. Ты попробовала? А они нормальны все там? Да. Мы сейчас вот это повторим, вот это место, на котором мы остановились. Я хочу просто, чтобы... Значит, плюс 4 мы утвердились тогда. Там, где русский тоже вот текст идет, да, и немножечко там на гласных протяжечках. Очень рвешь, рвешь там, там, на русском тексте. Хочется больше. Это уже русский. Это вот уже русский. Вот я тебе прямо в конце. Первый русский куплет. Второй. А второй уже. Второй русский куплет. Вот на нем. На нем многовато. Мужчины ненавидят разговоры. Для них молчание золота в света. Если женщина неба, сходят с ней по ней с ума. Там все другое, это просто ерунда. Мой несчастный дружок. Пошли еще дружочек. Вот с этой части. Мой. Это просто ерунда. Может быть. Или тут важно то. Ну, потом будет я возьму. А, будет, да? А, ну здесь видишь, какая мокция. И возьмут за услугу. То есть вот в этом плане, да? И возьмут за услугу. Я не золото решу. И там нотку вниз, которую ты опускаешь. Может быть, нам ее не опускать вниз? Сейчас скажу какую. Давай еще разочек. С русского текста. Ага, будь здоровым. Спасибо. А, ну попей водич. Нет, нет. Там, ну, блин. Мужчины ненавидят разговоры. И дай эрну. Дай, здесь можно. Мужчины ненавидят разговоры. День молчания. Золото всегда. Если женщина не хочет. Золото всегда. Там, посмотрим по гармонии. Чтобы уйти вот с этого низкого такого вот регистра. Мужчины ненавидят разговоры. Мужчины ненавидят разговоры. Отлично. Не надо две. А! Вот это сделай просто один раз. А! Мой! А! Мой! Тогда ты по времени там не будет суеты. Еще разочек. Это место прямо. А! Мой несчастный. Дай, дай его. У тебя получается там разный. А! О-о! Вот это все здесь просто дай ему. А! Еще разочек. Голосок. Ну, какой еще шокчик взял? Как мне нужно. Везу, золотой шок. Везу, золотой шок. Голосок. А! А сейчас рано. А! А! Мой! А! У-у-у-у. Услышь этот люфтик. Эту паузу. Все будет хорошо. Золотый мешок. Везу, золотой шмокает твой лесок. А-а-а. Мой несчастный дружок. Ветер. Таков. Будет все как приятно. Вот здесь. Смотри, она стреляет. Таков. Понимаешь, что ты делаешь? Ты вот пометь себе. Не стреляй. Таков. Вот понимаешь, что ты стреляешь. Таков. Лучше посидеть. Таков. Дай вот эту ноту. У тебя в этой тисси-туре будет вот эта такая окрашена. Ты таков. Ты видишь, что ты стреляешь. Не стреляй вверх. Лучше низ протащи. Еще разочек оттуда же. Голосок. Так. Мой несчастный дружок. Ну вот распределить надо. Ну все, Наташа, собрали. Собрали с этой песни. Собрали. Насколько, просто сейчас еще не домогаешь чуток, понимаешь? Да не чуток, как я чувствую. Над чем еще поработаем? Так. Я тоже не знаю. Ну, хочешь маэстро попоить? Можно. Я вообще думала, какие критерии по поводу вот этого выступления 18 апреля. У нас отчетный концерт просто, отделение. Но просто есть ли какие-то пожарные там или что-то такое? Ну вот у нас же нет такой игровой вот песни. Ни у кого, кроме тебя. Поэтому там будет разно-жанровость, там будет и баллады будут, и джазовые стандарты будут, и советское ретро будет. Понимаешь? То есть мы должны... Здесь будет песня из Матфейма. Причем, понимаешь, здесь тематика очень мощнейшая. Человек продает, по сути, понимаешь, он душу продает? Ну, по сути, да. По сути, да. Он продает душу. Это и есть аллюзия, что Мурсула, в принципе, такая мрачная женщина. Ты можешь быть в костюме. Здесь ты можешь быть в костюме, прямо конкретно, потому что мы будем подавать это, как театр песен. Я буду вести, я об этом буду рассказывать, об этом... Может быть, какие-то слайды перед этим, там, чтобы... Потому что, ну, я именно подведу к тому, здесь, ну, именно с духовной точки зрения, что как людям легко отказать... Ради какого-то... Нет, я все понимаю. Я очень любила Ариэль Мультик в детстве. Прямо, ну, моя любимая принцесса была. Но, Господи, Боже, ради какого-то там принца непонятного вообще-то. Ты его один раз там в жизни видела, вообще, такой непонятный чел. Да ты уж хвост, хвост, у тебя хвост есть. То есть ты в детстве переживала, ты можешь плавать, у тебя есть хвост, а ты решаешься. Ну, просто, ну, ладно, было бы там за кого, как бы... Она его там вообще не знает. Да подожди, подожди, так, смотри. Вот с самого начала, с самого первого восприятия, она любит, она отдает хвост. Она его очень любит. А за что любит? Подожди, подожди, подожди. Но ты потом уже в конце видишь уже последствия. Ну, последствия там типа хэппи-энд, все хорошо, у них и любовь, морковь, все. Но прикол-то в том, что когда... А, у них морковь, да, там? Да, но просто дело в том, что когда она продала уже, по сути, свой голос за ноги, она же не Майя осталась, а принц без голоса ее и не узнал такой, а что это за девчонка, а не знаю. А Урсула надела этот медаль, он с голосом, и все, а-а-а-а, и все, и принц уже, о, а это ты меня спасла, ой, да пойдем на свидание, давай жениться будем, и я реально просто... И от ноги... Ага, и от битого корыта? Ну, это сначала, пока не выяснилось это все, я просто смотрю и думаю, вот зачем он, вот он тебе нужен такой? Ну, любовь все равно взглядит, ну, не знаю. Это то же самое, что у Жадей Лукаса, вот какая это любовь, извините, боже мой. Я согласна с тобой, что это очень, ну, очень сложно. Это не логично вообще. Хотя, ну, и зла, конечно, как говорится. Ну, бывает такое, что с первого раза встречается это на всю жизнь. Бывает, это редко. Но просто все равно голова должна быть на плечах, чтобы продумывать, что может быть. Я тут согласна с тобой. Есть ли вообще воля Божья на то, чтобы вот так вот разбрасываться бесценными дарами, которые тебе даны? Во имя чего? Во имя чего? Во имя кого? Ну, да. Ужас. Я не понимаю ее. Да, кипит твой разум возмущенный, да? Да ужас. Кипит мой разум возмущенный. Наталья, так. Маэстро, какая редакция у тебя? У меня две редакции, я сбросила. Так, давай тогда попробуем. То есть, там где-то у меня, по-моему, подготовленная мобуляция и не подготовленная мобуляция. Ну, в общем, какую сейчас возьмем, такую и будем пробовать, да? Ну, что такое? Наталья. Маленько. Давай. Какая пойдет? Вот, видишь? Вот это что было? Это то, что я ее делала. Понимаешь? Посмотри, я увела вообще. На ноль. И то слышно. Мишка. Кайс, митинолисты. Ты снова. Пирог он включен. А он включен. Подожди. Он включен. Ну, вот, значит, надо прибирать. Раз, раз, раз. Ну, сейчас видишь по сравнению с фонограммой. Ну, пошли, сердечко. Творикий образ. Еще поговорим. Раз, два, раз. Потише по награммам. Раз, два, раз. Раз, два, раз. Дальше по награммам. Дальше по награммам. Потому что только с тобой. Раз, два, раз. Дальше по награммам. Раз, два, раз. Дальше по награммам. Субтитры подограммам. Дальше по награммам. Я здесь не убирала ничего, потому что мне надо отдыхать, как мы здесь возле грехлево. Я на 3.43 сделала, на 3.43. Миноз вы гулять, спать в нашите, Я знаю, чудо повторится. Если в здании мой ищите, Так мой перед вашим ученицам. Я нещу вас в последнем, И мечтаю синим в этом флоре. Вместе с вами, вон я встанье, Вместе с вами музыку слушать. А я встала, не будешь встать. То есть это подготовленная модуляция. То есть я оставила здесь. Вот этот хвостик. Значит, Наташа, давай сейчас остановились пока. Наташа, детский сад, топорек, все по слогам. Флипование, ноль. И потом, амилония. Я понимаю, ты болела. Но вот это надо все выучить. Там интонационно. То есть надо вычистить интонацию. И нужно все. Вы так высоко парите. Вы так высоко парите. То есть мы так петь не будем. Это криминально. Понимаешь? То есть ты должна все. Значит, пробуем сейчас амилонию. Не обожаю. А голос хорошо звучит в мире. Мне нравится. Когда вверх, когда вверх, когда вверх, И нам бы светло нас разлучает, Но у нас одна, когда вверх, Святая кузырь и любовь. Когда вверх, когда вверх, Но сейчас я вырвалась из пленок, Прочь ты его, и прочь, что ты меня, Я теперь встану, а ты встанет. В зал смотрю, я встал и вижу, Взгляд важный, конечно, удивленный. Сколько лет прошло ближе, Стои на моем стране с тех пор. И там идут два припева, сейчас мы не будем испеть, там стихотяжело. По тональности все туда, По тональности все туда. У меня таких ходов вообще, Ты сама слышишь или нет? Точно слышишь? Слышишь? Что ты там завертывала? А это то, что припевка вырезала. Да, мы его убрали. Что ты там завертывала? Тыр ценно на моем ингредиенты, Тыр цена прямо, что вы adapting. Да, 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 и дар, 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 и дар. Рук волшебный, всплеск и слога. А теперь пофликуй. Рук волшебный, всплеск и слога. Да, сейчас было чисто. Промадывай еще раз это место, въезд в модуляцию и все. У тебя там как раз модуляционный этот куплет, я стою, ты ушла наверх, все, и потом, Наташа, сейчас дойдем, стреляешь вверх. Ты понимаешь, что я не против того, чтобы вверх кульминационный был, но для того, чтобы это было органично, должен быть и низкульминационный, к ней нужно подойти, нельзя здесь, то есть так не может быть, так не должно быть. Давай пробуем еще разочек, подъехать и спеть. Сейчас остановлю там место, которое прямо резонуло. Давай. Я натягиваю ее, сейчас я тебе прямо искусственно слышала, не браться еще. Я сейчас искусственно делаю. Но мне она интонация нужна. Но у нас одна, да-да-дна. Мы должны сохранить там позицию, интонацию. Тяжеловато тебе просто физически, да, сейчас еще? Все, не веду. Не веду. Тяжеловато тебе просто искусственно слышала, Что-то сразу начинает, но у нас одна, да-да-да-да. Сильная музыка и любовь. Я для вас была лишненью, но сейчас я вырвалась из плена. Прочь тревоги, прочь сомнения, я ты в старой истории. Надо же помнить себе, подчеркни, прочь с тревоги, прочь сомнения. Там должна быть хорошая «Р». Прочь тревоги, прочь сомнения. Вот это ядра должна. Я, я встаю теперь. То есть вот это все должно быть. Она, понимаешь, прочь с тревоги, прочь сомнения. Дальше поем, дома поработаешь, но там хорошая должна быть «Р». Встаю теперь, сам смотрю, я сам и вижу свет. Давай, еще раз пиши. Я для вас была лишненью, Но сейчас я вырвалась из плена. Прочь тревоги, прочь сомнения. Я тебе встаю на эстене. Да, смотрю, я сам и вижу. Свет ваш бесконечно удивленный. Столько лет прошло, но ближе. Столько лет прошло, но ближе. Стали бы маэстро мне с тех пор. Прямо, вот это вот, здесь тебе не сложно, спой мне это место. Столько лет прошло, дай здесь любви. Столько лет прошло, но ближе. Столько лет прошло, но ближе. Да, смотрю, я сам и вижу. Свет ваших конечно удивленный. Ты что имела ввиду «Бесконечный». Бесконечно удивлённый, чтобы не стрелять в нечно. Че вот это, понимаешь, она такая. Бесконечно, бесконечно удивлённый. И как бы тоже всё это. Ещё разочек это место. И с любовью, и припев петь не будем. Ну, припев не поём, понимаешь, тебе надо и фразочкой. Потом посмотришь урок. Ты сейчас ушла вообще в голову, ты ушла из грудины. Нечно, вечно удивлённый. Просто стой мне. Нечно удивлённый. Нечно удивлённый. Вот прямо вот ты её покатаешься. А то она была стрелковой. Нечно удивлённый. Она вот такая как бы была. Всё, ты на ней поработаешь. Так, давай посмотрим сейчас это же место. Другой вариант. И ты выберешь. Потому что я так поняла, что ты дома не выбирала. Так. Это была... Вот это. Сейчас это будет. А здесь нет подготовки. Сейчас ещё разочек. Послушай. Я поняла, в чём родится. Там идёт... Там идёт вот этот хвостик. А здесь сразу попадёшь. Я для вас была лишь тенью. Или неподготовленная. Давай припев ещё раз. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Улыбки служат, когда было лишь темно. Еще раз, Наташа, в ней снижай. Вместе с вами быть на сцене. Не снижу. Вместе с вами быть на сцене. Вот это, вот это. Вместе с вами быть на сцене. Точнее, интонацию. Но дома поработать. Точнее. Вместе с вами. Вместе с вами быть на сцене. Вместе с вами быть на сцене. Вместе с вами будет музыка служила. И до полтора. Я для вас мы на лишние, но сейчас я выразить беда. Ну, в общем, тебе решили. Уловила, в чем разница? Я думаю, лучше с подготовки. но и нам более драматизма добавляет это хорошо хорошо я согласна я согласна хорошо выставляет так эту прощупали на чем еще что еще что еще или отпустить устал время 1232 можем еще что пробуем ты знаешь что есть русский русский я по-моему слышала но не знали но может быть тоже сделать подумать подумай Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Вот эти три песни мы с тобой прямо вот, прямо в работе, прямо в работе. Ну, а с вами работаем у нас в Турисполнительство. Я говорила с вами о том, что, Наташа, в принципе, если хочешь, можешь отдохнуть и поостаться с нами? Нет. Нет, ну все, езжай. У тебя ничего больше нет, да, сегодня? Ну все. Наташа, все время, держи меня в курсе, я тебя очень прошу. Ну и с ансамблем, с ансамблем как-то вправду. Не надо. Ну, Наташа, в крайнем случае, смотри, а ты партию всю знаешь, с ансамблем? Ну да. Тебе надо выучить ее, потому что Ольга Владимировна потребует, чтобы ты ее сдала, ну хотя бы партию. У нас еще новая тричина. Я видела там «Мир Безледеного», да? И еще одна ригма. Хорошая очень песня. Я хотела кому-то вам дать. Спасибо, Жизнь. А, спасибо, Жизнь, это я была. Мир Безледеного. И еще, опять, он. Оркестр, то, что будете сдать. А в прошлом году так же было? Нет. Нет. Мы, ну, каждый раз по-разному, понимаешь, на голосах, на голосах, на голосах, Наташ, независимо от того, какой у вас студент, может быть, к нам придет. Сейчас мы бьемся за, девчонки, сейчас мы бьемся, потише чуть-чуть, за бюджетные места, за голосах, и у нас уже есть три письма. У нас уже есть официально три письма. Но это будет только через год. Не в 23-м году мы здесь. В 24-м году нам вернут два бюджетных места. Нам их вернут. Вот мы счастливчики. То есть это уже об этом сказать? Ну, да. Не обещали. Мне директор сказала, что если будут письма... А нас переведут? Нет, а как? У нас договоры подписаны. А можно я... Не появится в 24-м году. И тогда, понимаешь, будет... Вот кто, не знаю, кто-то может быть поступит платно в этом году еще. Может быть, кто-то один. На госэкзаменах, независимо от того, какой вы курс, поют все на госэкзаменах. Сдают двое, вот они выпускаться будут через два года. А поют все. Поют все. Ты хотя бы, если, допустим, у тебя не в состоянии приезжать, ты партию учи. Ты партию учи, чтобы ты могла потом в состоянии в хорошем прийти и петь. Хотя бы партию учи, это очень важно. Ну, давай. Наташа, все, ты и здорово. Ты и здорово. Очень грустно, на самом деле. Понятно, не знаю. Вообще, ну, как мне сказали, что типа это же хороцин, забрали места. Я не знаю, кто забрал. Я знаю, что их забрали внутри колледжа. Внутри колледжа. Девочки, ну, я билась, как могла. Я билась, как могла. Ну, хотя бы так, верно. По крайней мере, благодаря маме и дворей, которая обратилась, понимаешь, благодаря Дворцу культуры правобережного, которая, значит, сейчас обращается с официальными письмами, что у них в студии занимается 140 детей. Как 140 детей обеспечить одной, одна Настя с дипломом там. Наша студентка, которая у меня по профессиональной подготовке. Бывшая дирижер Харали, которая заканчивала у меня профпереподготовку, и сейчас она там, как можно со 140 детей? Нужны специалисты. Вот они пишут письмо, и Забана к маме, я обратилась, чтобы это именно с того адреса пришло. И социальная защита, у них клубная работа, и у них есть эстрадная студия там для детей и инвалидов. Им тоже нужен специалист. Они тоже письмо писали. Ну, до слез. Ну ладно, чисто минус миллион рублей. Да. Агрессивно рисуешь что-то? Я вам обещала, что мы на «Истории исполнительства» займем. Я вам расскажу о исполнителях, эстрадных исполнителях, которые попали в опалу, которые вынуждены были эмигрировать. И как это происходило, и что это происходило. Сегодня у нас вот такая тема. Хорошо? Хорошо. Хорошо.